ЭКОНОМИКА ПО-РУССКИ ЭКОНОМИКА ПО-РУССКИ ЭКОНОМИКА ПО-РУССКИ С учетом Сирии, с учетом Китая, с учетом тех проблем, которые в Евросоюзе. А я считаю, что, ну, может быть, не следом за Сирией, но через одну-две страны гражданскую войну устроят в Евросоюзе, потому что там тоже нужно списать падение жизненного уровня населения на что-то. И кого там будут резать, это вопрос отдельный, но кого-то будут, причем в большинстве стран. Я даже не исключаю, что там кое-где начнутся войны, например, на Балканах, потому что после ухода США весь тот искусственный мир, который там устроили, он будет разодран железной рукой. Так вот, вот в этой ситуации у Украины на самом деле вопрос стоит о сохранении сегодня политической субъектности. Если Украина сегодня пойдет в умирающий Евросоюз, еще раз повторю, не Европа западная умрет, а Евросоюз нынешний, то в этом случае она скорее всего через 5-8 лет потеряет свою политическую субъектность. С точки зрения интересов России, может быть, приятнее взять часть Украины в виде превращения России несколькими областями. Еще раз повторяю, Россия в этом направлении вообще ничего не будет делать. И это никак не связано с внутренними проблемами Украины. Вот тут говорилось Восток, много говорилось Восток, Запад, еще чего-то. Нет. Вот это проблемы сегодня разорвать Украину не может. Украину разорвут экономические проблемы и внешние факторы. Вот мне кажется, это мое личное мнение, что сегодня для Украины сохранение политической субъектности возможно только в том случае, если она вступает вот этим самым политическим субъектом с правом голоса в Российскую Федерацию. В таможенный союз. Как самостоятельный игрок и по сравнению с Белоруссией, и по сравнению с Казахстаном, и по сравнению с Арменией, и по сравнению с Российской Федерацией. Вот это принципиальная вещь. Если же она этого не делает и подписывает кабальный договор с Евросоюзом, ведь фактически что в этом договоре? Украина фактически делегирует Брюсселю некоторые свои политические функции, вопреки Конституции, кстати, не получая взамен вообще ничего. Вообще ничего. На уровне таможенного союза такое в принципе невозможно. Это просто исключено. Вот. Это моя, ну если угодно, гипотеза. Я не являюсь специалистом по политическим проблемам Украины. Я не очень разбираюсь в какие там внутренние политические раскладки. Но у меня вот есть как у человека, который занимается стратегическим прогнозированием, который в общем за последние 15 лет у меня появилась некоторая уверенность в том, что некоторые процессы я понимаю, как они происходят в мире. Так вот, у меня ощущение такое, что если Украина сейчас подпишет в ноябре соответствующие документы, пойдет в направлении Евросоюза, то на протяжении 5-8 лет она потеряет свою политическую субъектность. Вот. Это единственное, что я могу сказать. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Лирия Сергеевна, я приветствую, что вы признали сегодня, что социалистическая система хозяйствования эффективнее капиталистической. Ура! Из этого следует вывод, что надо идти вперед в СССР, союзную, социалистическую, совестную Россию. Это первое. А второе, вот сейчас привели пример с Украины, насколько эгоистическое сознание, вот выгоду сиюминутную получить, от личного, вот на государственном уровне доходит. Это второе. А третье про финансы. Вот вы, говорит макроэкономист, но откуда берутся к финансам? Пока экономики нет. Вы вопросы задавайте. Финансы предмысленные, это бумажки резанные. Вопрос. Приоритеты расставьте, пожалуйста. Вопрос. Задайте. Приоритет. Я не очень понимаю, приоритет в чем. А я всегда говорил о том, что в рамках некоторых схем социалистическое развитие более эффективно, чем западное. Собственно, в результате СССР чуть не выиграл в 70-е годы. Но поскольку модель экономического развития одна и та же, то у них обоих есть принципиальный недостаток. Это необходимость расширения. Так что, в общем, я не очень понимаю пока, о чем тут говорить. Здравствуйте. Слушаю вас. Добрый день, Михаил. Я также Михаил. И также, кажется, к концу жизни что-то начал понимать. Во-первых, позвольте с вами не согласиться относительно как раз приоритетов. Но нет аналогов в мировой экономике, в истории, чтобы квазисоциализм, или там, социализм, как это был у нас, он и говорился, вообще что-то создал. Советский Союз, паразитируя на нескольких, если бы самотлор не открыли... Бога ради, давайте не будем говорить глупости, да. Вот, понимаете, вот есть как бы абсолютно бессмысленный, но очень распространенный идеологический клише. Вот вы их можете приносить где угодно, у меня не надо. Я этого не люблю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот будет ли у нас денежная реформа? Я пока не вижу оснований для этого. Чего вдруг. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил Леонидович, Николай Екатеринбург. А вы говорили о том, что кризис хотят списать на региональную войну, а долг-то куда денется в результате этого всего? Да, но если списать и кризис, то и долги удастся списать, может быть, за счет высокой инфляции, может быть, еще чего-нибудь. Это, в общем, уже техника. Вы же понимаете, что во всех договорах там же четко и внятно написано, что есть пункт о форс-мажоре. Война относится к форс-мажору. Все. А уж как ваш конкретный долг приписать именно к этой войне, ну, это скорее техника, чем... Здравствуйте, слушаю вас. Алло, Михаил, 57-й звонит. Михаил, у меня такой вопрос. Что будет с научно-техническим прогрессом? Смотрите, капитализм с его финансовой системой подходит к концу. Не сам капитализм, а финансовая система капитализма. Вы и капитализм тоже... Ну, хорошо. Я понял, да. Значит, научно-технический прогресс требует расширения рынка. Если рынки не расширяются, то научно-технический прогресс не исчезает в смысле появления чего-то нового. Другое дело, что это новое либо не вписывается в экономическую модель, либо, соответственно, не ведет ни к каким-то принципиальным изменениям. Ну, условно говоря, представьте себе на секундочку, что персональный компьютер в начале 80-х не финансировался бы путем кредитования у потребителей. Скорее всего, дело бы пошло так. И, собственно, уже шло к этому. Значит, стоят эти мейнфреймы, большие компьютеры, и из них через кабели в квартиры, ну, сначала по кабинетам каких-то институтов или вузов, потом, соответственно, в дома сотрудников, а потом уже и во все дома, точно примерно так же, как сейчас кабельное телевидение, вы, как бы, можете подключиться к большому компьютеру. И дальше уже, как бы, развитие происходит примерно так же, как и сейчас. Единственное, что в какой-то момент появятся безупроводные технологии и связи. То есть это все было бы совершенно замечательно, но только бы стоило существенно меньше, чем вот внедрение индустрии персональных компьютеров, и, может быть, было бы более технологично. Тем не менее, было сделано то, что было сделано, потому что эффективность была отдана в залог скорости. То есть нужно было как можно быстрее запустить новую технологическую волну для того, чтобы валить СССР. Вот я думаю, что будет примерно то же самое, что могло бы быть, если бы не было денег на персональные компьютеры. То есть, иными словами, инновации будут появляться. Ну, во-первых, они будут появляться в рамках, как бы, инициативы государства. Во-вторых, они будут идти сильно более медленно. И, в-третьих, что самое главное, они перестанут быть тем фактором, который вызывает очень бурный экономический рост. То есть, иными словами, движение будет сильно более эволюционным. Но сказать как-то более подробно я пока не берусь, потому что это все-таки сложная тема. И, в-третьих, это все-таки сложная тема.